Всем привет, меня зовут Алексей Чеканов, я являюсь руководителем отдела SEO в компании WebRound Promotion. Приветствую вас на канале Promopult TV и сегодня мы поговорим о простой веб-аналитике с помощью мощного инструмента Power BI. Структура сегодняшнего доклада состоит из того, для тех, кто не знает, что такое инструмент Power BI, кому нужен и подходит данный инструмент для работы, разберем возможности данной платформы, поговорим о последовательности работы в этом инструменте, какие данные мы можем визуализировать с помощью инструмента Power BI и в завершении внедрения данного инструмента на совершенно базовом уровне. Что такое Power BI? Это мощная платформа бизнес-аналитики, разработанная компанией Microsoft, которая позволяет объединять данные из различных источников, сервисов и сторонних приложений, затем преобразовывать эти данные в единые и красивые отчеты. Основные преимущества данной платформы это обновление данных в режиме реального времени. Не нужно заходить в какой-то инструмент, нажимать на кнопку и обновлять данные, не нужно ежемесячно собирать данные из различных источников, достаточно всего лишь разово настроить алгоритм передачи потоковой информации и в дальнейшем вам придется лишь наблюдать за изменениями цифр в ваших отчетах. Следующее преимущество это интеграция большого количества данных. В сравнении с другими инструментами, Power BI позволяет объединять данные из совершенно различных источников и все их формировать в едином отчете. И удобная визуализация бизнес-показателей компании. Отчеты в Power BI привлекают больше аудитории, они позволяют удобно и легко воспринимать информацию любыми посетителями. Кому нужен Power BI? В первую очередь это веб-аналитикам. Не нужно тратить время на сбор различных данных из тех же сервисов Яндекс.Метрика или же Google Analytics. Достаточно все эти данные интегрировать в единый отчет и отслеживать все показатели в Power BI. Далее это менеджерам. Не нужно ежемесячно формировать отчеты для клиентов, собирать данные из любых источников, достаточно разово настроить, и тем самым вы избегаете себя от монотонной и рутинной работы над отчетами и владельцем компании. Тут существует несколько решений. Первое это самостоятельно научиться внедрять базовый отчет на своем проекте, найдя информацию в интернете, либо же нанять аналитика, который разово настроит вам отчет, и дальше вы уже только будете отслеживать свои данные в инструменте Power BI. Теперь самое интересное о возможности Power BI. Как я и говорил ранее, это автоматическое обновление данных. Далее это сбор данных из абсолютно разных источников. Вы можете подключаться к различным базам данных, брать данные из различных файлов, интегрироваться с различными CRM-системами, системами телефонии. Power BI, в отличие от других инструментов, является самой мощной платформой, которая позволяет все эти данные собирать в единый отчет. Представление всех дашбордов через Power BI сервис, либо же мобильное приложение. Любые пользователи могут просматривать отчеты с абсолютно любых устройств и в абсолютно любой промежуток времени. Далее разработка собственных форм, формулы метрик и показателей KPI. Если вам недостаточно стандартного функционала Power BI, то вы можете написать собственные формулы, в зависимости от того, какие бизнес-показатели вы хотите отслеживать. И автоматическое оповещение сотрудников при достижении критических показателей KPI. Вы устанавливаете значение определенного порога. Если это значение превышает, тогда идет подача сигнала сотруднику, который сразу же может видеть аномальные значения и принимать какие-либо действия. Последовательность работы с Power BI. На самом деле, последовательность работы достаточно большое количество, но если брать классическую схему, то это разработка отчета с помощью доступного приложения Power BI, далее идет публикация отчета с помощью онлайн-сервиса и после чего любые постсельные могут просматривать этот отчет под управлением Windows, iOS, Android и мобильного приложения. Также в Power BI присутствуют ежемесячные обновления и вы можете использовать новые функции в работе над своими проектами. Также, в принципе, Power BI подходит для любого типа проекта в зависимости от того, какие показатели вы хотите отслеживать в ваших отчетах. Визуализация данных Power BI. Существует стандартная визуализация, которая состоит из достаточно большого количества различных диаграмм. Это комбинированные диаграммы, различные пузырчатые карты, датчики KPI, географические карты, которые удобны, если вы хотите отслеживать и анализировать данные из различных стран и регионов. Если вам не хватает стандартного функционала, то вы можете загрузить дополнительные визуализации из официального маркетплейса компании Microsoft. Если же вам и этого недостаточно, то вы можете написать собственные визуальные элементы в зависимости от цели и задач вашего проекта. Внедрение на базовом уровне. Многие боятся, что для того, чтобы построить отчет в Power BI, нужно будет лезть в код, нужно будет какие-то знания о программировании. На самом деле это не так. Но в любом случае формулы с Microsoft Excel, так как это разработка компании Microsoft, они очень схожи. Поэтому для того, чтобы построить красивый отчет и отобразить в удобном формате ваши показатели, вам все-таки нужно будет использовать формулы из Microsoft Excel. И второе, это интуитивно понятный интерфейс. Даже если вы на каком-то моменте застопоритесь, то, по сути, путем логического мышления вы сможете распутать этот клубок и решить свою проблему. Теперь то, что касается сквозной аналитики CRM-Bitrix24. Несмотря на то, что в этой CRM-системе есть инструмент сквозной аналитики, мы его взяли в качестве тестового варианта. Для этого нам понадобилась связка с базовыми системами Google Analytics и Index Metrica, интегрировать данные с сервиса колл-трекинга и затем уже из CRM-системы вырузить данные с помощью коннектора, который позволяет это делать автоматически в Google Таблице. После чего мы это все формируем в единый отчет, где мы можем видеть такие показатели, как по сделкам, по лидам, по трафику. По сути, все те показатели, которые нам необходимо отслеживать. В принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok